Мир всем! Друзья, сейчас идет предпасхальная суета, все готовятся, что-то пекут, там варят, жарят, не знаю. Значит, мы тоже каждый год печем наши куличи в русской печи. Я хотел показать, значит, как я растопляю печь. Я не помню, чтобы у меня конкретно бабушка моя учила этому делу, но я видел у нее однажды. Ну, я был маленький, помню, когда она разжигала русскую печь, которая была там у них. Как мне кажется, что я делаю так же. Она складывала колодцем лучинки, поджигала, потом, когда это все разгорится, значит, можно кочергой туда протолкнуть. Другая бабушка мне рассказывала, что один из способов есть еще. Как тут у них вроде такая лопата была, ну, я видел, она вроде деревянная, только вот сейчас не пойму, как на ней это делали. Получается, говорит, на лопате разжигали чего-то там, видать, лучинки, и уже туда этот огонек, значит, подталкивали. По всей видимости, там, наверное, уже лежали дрова, наверное, и как-то все это загоралось. Вот, сейчас мы разожгем, значит, будем топить печь, и к вечеру она уже будет готова для того, чтобы нам выпекать куличи. Потом покажем, как мы эти куличи, ну, формочки раскладываем, поставим их сюда, вот, и как они выпекутся сразу, ну, по несколько штук будем в протвене туда ставить. Ну, Господи, благослови. Ну, все. Трубу обязательно открыть. Трубу я открыл. Что-то у нас получится, нет? Дровишки, лучинки, тоненькие, но это для разжижки, сейчас она разожгется, то есть ее тут уже можно березовые дрова потолще уже кидать. Ну, и все, пока она будет разжигаться, мы тут будем дальше заниматься своими делами предпраздничной суетой, в предвкушении великого праздника. Вот она уже разгорелась, сейчас будем продвигать ее туда дальше. Всю эту конструкцию шаткой. Вот так вот, на серединку. И сейчас подкидываю туда березовый дровишек. Так. Здесь разряд получил. Сначала вот эти розвины, где они сыроватые. все рассловилось. Еще и снижается. Ладно. Пусть будет так. Вот мы разложили тесто по формочкам. У нас получилось 16 куличиков. Оставим какое-то время их, чтобы еще раз тесто поднялось. Когда тесто было в тазике, я его три раза опускала, чтобы оно было пышное, хорошее. Ну вот, засечем время. Печку мы ставим куличи вот в таких противнях. Их удобно туда устанавливать. И чтобы не опало тесто аккуратненько. Вот на одном противне. Тут у нас помного куличиков. Я делаю рецепт теста на куличи свой. Ну, то есть, раньше смотрела какие-то рецепты и приспособила, как мне удобно. На 4 кружки козьего молока я беру 10 желтков от яиц, стакан сахара, пакетик ванилина, значит, чуть меньше чайной ложки соли и дрожжи сырые. 2 кубика, примерно по 2 сантиметра. Такие, может, чуть побольше ушло. Молоко должно быть теплое. Тесто завожу. Наминаю цедру одного лимона, добавляю на тертую на терке. И такую хорошую тарелку изюма. В общем, в этом году мне подарили вот такие красивые бумажные формочки. Первый раз я пробую в них печь. Но это очень удобно, что не надо потом мыть вот эти вот формы. И хозяйки, которые уже испекли, сказали такой совет, что когда печешь, расстояние между куличами надо делать побольше, чтобы они хорошо пропеклись везде. Так, прошло какое-то время, все, тесто подошло. Сейчас его очень аккуратненько, прям на цыпочках ставим в печку. И печка тоже уже разогрелась. Я сначала прогоревшие дрова, эти угольки уже рассыпал по всей, вот, а теперь их наоборот по сторонам сгорю. Вот сейчас открываем. Сною ставим. Можно чуть-чуть помочь. Вот, быстренько, чтобы жар не уходил. Ставим следующий. Чуть-чуть помещается. Вот так вот. Вот, все. Засекаем время. Итак, мы уже поставили. Сейчас какое-то время прошло. Знаете, такой запах прям хлебный пошел по дому. Прям аж в голове, аж дурно. Так, все, собрались мыслями. Значит, сейчас смотрим. Должно уже испечься. Нужно посмотреть, насколько они пропеклись. Потому что, уже я смотрю, вон. Ох, верхушки-то мои. Какая красота получилась. Вытаскиваем следующий. Оп. Какие они хорошенькие. Сейчас я закрою, значит, маслонку. Как проверить, что они испеклись? Они должны быть легкие. Вот он горячий. В принципе. Вот я его беру. Он легкий прям. То есть, вот это признак того, что они пропеклись. Вот. И там еще жара еще очень много. Еще можно, я не знаю, там еще хоть хлеб ставь. Или еще такую же партию куличей, пожалуйста, пеки. Вот. Вот это вот беру. Вот он легкий прям. Вот. Ну, потом я еще там могу снизу посмотреть. Даже вилочки, например. Вот. Сейчас они остывают. И потом начинаем их покрывать. И самое интересное, что-нибудь рисовать. Там ХВ, Христос Воскресе и так далее. Ну, все. Последний этап. Я сделала помадку для куличей. То есть, на тесто я потратила 10 желтков. 10 белков отложила в тазик. Я сначала взбила белки. Потом добавляла постепенно сахарную пудру на кофемолке. Перетертую. Взбивала, взбивала. И в самом конце немножко лимонного сока. Вот у меня получилась хорошая стоячая такая глазурь. Вот. Сейчас я буду обмазывать свои куличики. Вечер добрый всем. Мы решили помочь маме украсить куличи. Вот уже помазала. А вкусно пахнет. Аппетитно очень выглядит. А нам надо пошипать куличи. Не просто же так вот. Господи, 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 господи. А нам надо шипать? Начнем. А я какой буду шипать? Да, да ты хоть. пахнет. Пахнет. А я говорю. Пахнет. Субтитры создавал DimaTorzok